Знаете ли вы, что человек тратит на сон в среднем 26 лет своей жизни? Да, треть жизни мы проводим в кровати. А если посчитать часы между тем, как мы ложимся и засыпаем, то по оценкам мы тратим вдобавок еще 7 лет на то, чтобы заснуть. Но может это зависит от того, на чем спать. Например, вы бы уснули быстрее в кровати, которая покачивается. Или на парящей. Или в кровати с аквариумом. Но устраивайтесь поудобнее, потому что мы взглянем на одни из самых необычных кроватей, которые вы наверняка не видели. Сказочный сон Если вам было трудно заснуть, возможно, вам говорили, что чтение книги поможет быстрее отправиться в страну снов. Но что, если бы вы могли буквально оказаться в книге? Как ни странно, японский фотограф Юсуки Сузуки решила совместить чтение с комфортом постели и создала уникальную кровать-книгу. Идея сделать складную кровать пришла к ней, когда она захотела помочь японцам, которым не хватает места для мебели в маленьких квартирах. Кровать открывается и закрывается, как книга. И ночью страницы служат одеялом и подушками, а в дневное время их можно использовать как коврик для игр. Идеально для тех, кто хотел попасть в книгу. На боку. В какой позе вы спите? Как морская звезда? Или на животе? А может, обнимая подушку? Или все три позы вместе? На обычной кровати можно вертеться сколько угодно, но с этим матрасом есть лишь один вариант. Его создал британский художник Доминик Уилкокс. И на этой кровати можно спать только в позе эмбриона. В общем, это определённо кровать для одиноких людей. Доминик сделал её в колледже и использовал своё тело в качестве шаблона, чтобы показать, как мы используем предметы по отношению к телу. Выглядит это весьма удобно, если не забывать, что нельзя поворачиваться во время сна. Спальная машина Впрочем, Доминику было мало одной необычной кровати. На лондонском фестивале дизайна в 2014 году он представил это спальное разноцветное безумие. Давайте разберёмся, что это такое. Это беспилотный автомобиль, разработанный для 1959 года, когда, по мнению Доминика, беспилотные авто станут главным транспортом. А так как людям не надо сидеть за рулём, пространство в салоне можно использовать иначе. Например, для сна. И это беспилотный спальный автомобиль будущего с цветным стеклом. По мнению Доминика, машины станут безопаснее, чем нынешние, поэтому традиционные меры безопасности будут не нужны. И вместо защитных элементов вроде металла или подушек безопасности, крыша этой кровати украшена сотнями цветных панелей. Только они и отделяют спящего пассажира от мира, который проносится мимо. Прозвучит странно, но учитывая, что некоторые водители беспилотных авто действительно спали во время поездок, возможно, Доминик недалёк от истины. Но как вы считаете, в каком необычном творении Доминика вам бы хотелось поспать? Если вам по душе кровать для одиночек, лайкните видео, а если вы за цветную машину, подпишитесь. Готово. Отлично. Что же у нас дальше? Лучшая поза Я не люблю падать с кровати. Я много верчусь, так что это происходит часто. Если бы у меня была Hold Me Bad из коллекции IJ Stove Design, то у меня не было бы такой проблемы. Эта бельгийская дизайн-студия, которую основал Том Девриза, создала прототип кровати, удерживающий человека с помощью формы, вырезанной в матрасе из пеноматериала. Никаких движений или падений. Проблема решена. Хотя выглядит так, что в конце концов будет неудобно. Да ещё и немного неловко, если сюда попытается лечь кто-то ещё. Но главная безопасность. Уютное гнёздышко. Говорят, когда вырастаешь, пора вылетать из родительского гнезда. Но сейчас цены на жильё такие высокие, что лучше остаться в гнезде, пожалуй. И в нём даже можно спать. Дизайнеры из группы OGE придумали гениальную кровать в форме гигантского гнезда, которая наполнена не менее внушительными яйцами. Точнее, подушками с шариками, принимающими форму вашего тела. Каркас окружён бордюром из соснового дерева, который похож на сплетённое птичье гнездо. Кровать бывает разных размеров, от 2 метров до 3,5 метров в ширину. И самая большая модель вмещает до 16 человек. Представьте, какая получится вечеринка. Правда, эти кровати недешёвые, и их начальная цена уже 4200 долларов, а максимальная – 7500 долларов. Так что лучше пока копить на собственное гнёздышко, чтобы в конце концов покинуть родной курятник. Ну или в моём случае подвал. Глубокий сон Представьте, если бы можно было спать, погрузившись в приятную тёплую воду. Звучит заманчиво, правда? Именно это и обещает один чудесный матрас. Хотите узнать, из чего он сделан? Это революционная технология, известная как Photoshop. Да, эта кровать не настоящая, а всего лишь творение фотографа Фрэнка Уоттенхоува. Но хотя это подделка, существует матрас, в который можно соскользнуть. Невесомая кровать. Нет, это не кровать с жёсткой диетой, не бойтесь. Она невесомая в плане физики. Объект имеет вес только тогда, когда он подвержен действию силы тяжести. Он становится невесомым, когда гравитация не действует, как астронавты в космосе. И в таком случае человеческое тело претерпевает необычные изменения. Космонавты теряют до полутора процентов минеральной плотности костей каждый месяц. Также наблюдается потеря мышечной массы и перепады давления. НАСА собрало много данных о влиянии невесомости на мужчин, так как почти 90% космонавтов именно мужчины. Но у НАСА мало информации о влиянии невесомости на биологию женщин. И поэтому в 2021 году 20 волонтёрок улеглись в водные кровати и на протяжении пяти дней воссоздавали влияние отсутствия гравитации на тело. Волонтёрки ложились в контейнеры, похожие на ванны с водонепроницаемым брезентом, для того, чтобы они не намокали в воде. Они испытали отсутствие поддержки, нечто близкое к тому, что чувствуют астронавты, работающие на Международной космической станции. В ходе эксперимента волонтёрки могли свободно двигать только головой и руками над брезентом. Они проводили почти 24 часа в день в резервуаре, стараясь двигаться как можно меньше. Хотя это звучит ужасно скучно, волонтёрки выполнили задание, и результаты показали, как космические полёты влияют на организм женщин. Но не нужно быть космонавтом, чтобы опробовать невесомый матрас, ведь есть водяные кровати. Возможно, они лежат у вас на чердаке, так как были популярны в 70-е и 80-е. Из моды они уже вышли, но компания Starpool возвращает их и делает это со стилем. Она изобрела Zero Body – огромный пузырь, наполненный водой с обитым тканью-каркасом. Матрас облегает тело спящего человека, и он будто лежит в ванной, не намокая. Если лежать достаточно долго, эффект будет похож на эксперимент с ощущением невесомости. Футуристичная версия ретро-классики. Надеюсь, это последний тренд 70-х и не будет кроватей с химзавивкой. На зубок Вы когда-нибудь забывали почистить зубы перед сном? Теперь у вас будет напоминание, потому что известный профессор-дизайнер Рон Арат создал кровать в форме головки зубной щётки. Технически это диван, но, учитывая все эти мягкие щетинки, которые изгибаются, я не уверен, как на этом можно сидеть. Было бы гораздо удобнее лежать. Пусть это и заставляет почувствовать себя крошкой, вытащенной из зуба. Существует лишь одна такая модель. Хотя, если бы их было больше, они бы были популярны у стоматологов. Кровать-рот Продолжим тему зубов, но теперь уже более буквально. Перед вами так называемая кровать в голове. Она выполнена в форме гигантского вампирского рта. Созданная художницей Кейси Льюис, она имеет восемь губных секций, которые покрывают деревянную платформу. А она, в свою очередь, служит основой для сорока мягких зубов. Тридцать два обычных человеческих зуба и восемь клыков, скрывающих столбы балдахина. Кроме того, восемь гигантских зубов могут служить сидениями. Губы и зубы обтянуты винилом, а дёсны покрыты специальным материалом, защищающим от ультрафиолетовых лучей. Такая кровать рот в длину 4 метра, а в высоту больше трёх. Так что в этой пасте более чем достаточно места для того, чтобы отдохнуть с шиком. Её представили на фестивале Burning Man в 2005 году, где её окружали скульпторы нейронов мозга, которые демонстрировали видеоснов. Дальше всё стало ещё более странным, когда добавили движущиеся кексы. Это искусство настолько причудливо, что похоже на сон. Коробки для сна Вы бы стали спать на кровати из картона. Вряд ли, ведь она бы рухнула под вашим весом, правда? Но вы ошибаетесь. Многие считают картон хрупким, неустойчивым материалом. Но он очень прочный. Гофрированный картон делают из сложенной складками бумаги, по обе стороны которой прикрепляют по слою бумаги, или рифления. Эти отдельные слои надёжно закрепляются сильным клеем, который придаёт картону жёсткость и прочность. И компания «Румена Бокс» проверила пластичность и прочность этого материала, создав картонную кровать 2.0. Изготовленная из высококачественного крепкого картона, она способна выдерживать человека весом до 100 кг. Благодаря модульной конструкции легко регулировать размер, превращая кровать в двуспальную. И если этого мало, картонная кровать полезна для окружающей среды. По сравнению с обычной, создание и отправка требуют в 8 тысяч раз меньше энергии. А благодаря весу транспортировка в 4 раза благоприятнее для экологии. Кровати бывают разных цветов, и даже незаметно, что вы спите на картоне. «Румена Бокс» создала и другую экологичную картонную мебель. От столов до полок. Есть только одна загвоздка. Её нельзя мочить, иначе вода разрушит волокна в материале. Так что не надо ставить стакан на прикроватный столик. Воппер для сна. Хотите спать по-королевски? Оказывается, вы можете. Если вы имеете в виду Бургер Кинг, конечно. Да, это кровать в форме бургера. Но это не просто бургер. Ведь он изготовлен из самых свежих и удобных ингредиентов. Подушки из помидоров и огурцов, салатно-сырное одеяло, матрас-котлета и покрывало с кунжутом. За доллар можно заказать ещё и гамбургерного Иисуса. Американская мечта. Шучу. Это на самом деле художник Филипп Хейт, который создал первую кровать в виде гамбургера в 70-м году. Как и фастфуд-рестораны, такие кровати популярны. И за несколько лет появилось много разных версий, которые варьируются от сэндвичей до бургеров с курицей. Если вам хочется купить кровать-гамбургер, то она будет намного дороже в опера. Намного-намного дороже, да. Эта кровать стоит 8 тысяч долларов. На них можно купить 1900 бургеров. Мне такую цену не проглотить. Для ленивых. Одно из самых надоедливых дел – это заправлять постель. Мы делаем это по утрам, а потом вечером ложимся в кровать и снова всё портим и мнём. В чём тогда смысл? К счастью, ленивые изобретатели приложили немного усилий и создали кровати, которые заправляются сами. На международной выставке изобретений в Женеве в Швейцарии в 2008 году итальянец Энрико Беррутти показал своё творение селфи – самостоятельную кровать. Она заправляет саму себя, натягивая и разглаживая простыни с помощью металлических направляющих вдоль каркаса. Но эта идея далеко не оригинальна, как показала версия, созданная украинским изобретателем Виталием Изотовым. Он изобрёл похожую кровать в 2009 году, и она аккуратно натягивает одеяло на матрас, расправляя его, и всё выглядит аккуратно, без усилий человека. Будущее ленивых людей выглядит очень радостным. Кошкровать Кошки спят от 12 до 18 часов в день, и для них любая поверхность – это кровать. От батареи до свежего белья или колен человека. В общем, весь мир – это матрас. И вам когда-нибудь хотелось поменяться местами и поспать на кошке? Не переживайте, ни один кот не пострадал от моих рук для съёмок этого видео. Я всего лишь говорю про это творение команды дизайн-студии Unfold, которая создала кровать в форме кошки. В поперечнике она больше трёх метров и может заполнить собой целую комнату. Кошка изготовлена из мягкого войлока, так что она идеальна для того, чтобы подремать. Наверное, полежав на ней, я бы понял, почему кошкам так удобно у меня на коленях. Водная ложа Спать с рыбами – это обычно зловещая фраза из гангстерских фильмов, но она не обязательно должна быть такой угрожающей. Ведь можно буквально спать с рыбами с помощью этой невероятной кровати-аквариума. Это не просто большое жилище для рыб, но и, по словам создателя, ещё и кровать, на которой можно лежать. Она из закалённого стекла, которое в четыре раза крепче обычного, а поддерживает его бетонный каркас, и всё это выдерживает вес мужчины. Конечно, эта кровать скорее для красоты, чем для сна, потому что из-за стекла утром точно будет болеть спина. К тому же, если положить матрас, простынь или одеяло, рыб не будет видно. Так что красиво, но в целом бесполезно. Впрочем, это не единственная кровать-аквариум. Если вам хочется насладиться компанией рыб, то можно спать под ними благодаря этому изголовью для кровати. Аквариум на 2400 литров от Furniture Land South делается на заказ, и в него помещается целый косяк рыб. Это подойдёт тем, кто крепко спит, потому что иначе вам не даст спать звук фильтров, которые очищают воду в этом шикарном аквариуме. И если вас это не отпугивает, то как насчёт цены? Изголовье с рыбами впечатляет и стоимостью. 11 500 долларов. Если вам так хочется поспать с рыбами, то, наверное, лучше всего просто поставить у кровати аквариум с золотой рыбкой. Вязаный вариант Надеюсь, бабушка мне не подарит очередной вязаный свитер, который я не буду носить. Может предложить ей связать что-нибудь побольше? Например, новую кровать. Возможно, это уже слишком, но если есть шерсть, это осуществимо, как доказала компания Fat Knits. Она вывела вязание на новый уровень с этими гигантскими нитями. У создателя колоссальных ниток причудливое имя – Баукке Нотренус. Как будто название вязаного динозавра. Чтобы связать такие большие нити, требуется команда из четырёх человек и ПВХ-иглы длиной 4 метра. В других случаях части ткани вяжут вручную. Правда, эти нити сделаны не из обычных мотков пряжи. Внутренняя структура представляет собой полиэтиленовую трубку, покрытую связанным хлопком. Некоторые предметы состоят из одного узла и могут служить этаким креслом. Другие намного крупнее, и на них вполне можно спать. Также можно просто навалить нити в кучу и связать их на своё усмотрение, что наверняка накачает мышцы на руках. Лучше, пожалуй, вязаный свитер. А то моей бабушке надо набрать хорошую массу, чтобы связать такую штуку. Искусство сна У вас бывало, что вы заснули в неудобной позе и проснулись с затёкшими руками или ногами? Ненавижу такое. Но, чтобы этого избежать, можно спать стоя. Согласен, это кажется не самым удобным решением, но просто взгляните на эту кровать. Можно войти в неё, устроиться поудобнее и заснуть не лажать. К сожалению, это не кровать для продажи, а художественная инсталляция. Её создал бразильский художник Эрнесто Нетто. Его творение исследует связь между предметом и телом с акцентом на то, как мы прикасаемся и чувствуем. И в процессе исследования он создал самую удобную на вид кровать в мире. Для тех, кто не хочет спать стоя, Эрнесто создал другие варианты, как этот розовый... матрас? Во всяком случае, я думаю, что это матрас. Он из песка истерофома с пластиковым покрытием, и посетители могут улечься прямо в этом интерактивном экспонате. Но Эрнесто на этом не остановился. Ещё он придумал странные... что это? Это подушки? Скульптуры из полистирола можно надеть любому желающему, как необычные рюкзаки. По задумке художника, с их помощью люди должны почувствовать объединение женского и мужского... органов, когда они носят эти подушки. Если задуматься, это как-то неприятно. Но если вы устанете ходить по художественной галерее, в творениях Эрнесто точно можно вздремнуть. Полёты во сне Бывает, что-то так далеко закатывается под кровать, что её надо сдвигать. Раздражает. Но что, если бы кровать могла подниматься или парить? Это похоже на что-то из фантастики, но нет. Это реальность. Антигравитационная кровать – результат шестилетних разработок голландца Джандаа Паруджа Синарса вместе с компанией Беккер Магнетикс. Благодаря силе постоянных противоположных магнитов она может парить и при этом выдерживать вес в 900 килограммов. То есть она рассчитана на 10 человек. Четыре металлических троса, прикреплённых к кровати – её единственная связь с полом. Они гарантируют, что кровать остаётся над магнитным полем, иначе из-за магнитной силы, которая ему противодействует, она бы соскользнула и упала на пол. Болезненный способ встать с кровати. Кого-то может беспокоить, не опасно ли спать настолько близко к мощным магнитным полям. Хотя магнитное поле над кроватью слабее и относительно безобидно, поле под кроватью намного сильнее и действительно может нарушить работу имплантов вроде кардиостимуляторов. Так что эта кровать не для всех. Кроме того, она предназначена для одного класса. Для богачей. Когда её представили на ярмарке миллионеров в 2006 году, её цена составляла миллион шестьсот тысяч долларов. Кровать может и магнитная, но такая цена меня точно не притягивает. Если же вам всё равно хочется парить во сне, то есть несколько менее дорогая, но всё ещё магнитная версия. Это флуттуа, кровать, которая как будто висит в воздухе. На самом деле она опирается на центральную балку, которую можно заметить только под определённым углом. Высота кровати регулируется, что облегчает уборку и обеспечивает циркуляцию воздуха. Правда, она тоже не из дешёвых и стоит четыре тысячи пятьсот долларов. Лучше держать цены на уровне обычных кроватей. Кровать на молнии Изобретённые в конце девятнадцатого века, молнии стали так распространены, что мы едва обращаем на них внимание. Они есть на куртках, на чемоданах и, конечно, на джинсах. Упс, а вот тут надо застегнуть. В общем, мы очень часто пользуемся молниями. С ними всё становится удобнее. Так почему бы не добавить их к такой повседневной вещи, как кровать? Итальянская дизайн компания добавила. Правда, она называется Florida Furniture. Я вот не слышал про похождения жителей Флориды в Италии. Так или иначе, компания выпустила кровать на молнии. Она проходит по всей кровати, так что верхняя часть полностью отделяется и может использоваться как одеяло. А утром не надо тратить время на то, чтобы аккуратно укладывать покрывало. Можно просто застегнуть верхнюю часть поверх постели и всё. Я бы сказал, сколько стоит такое творение, но, судя по всему, компания закрылась какое-то время назад. Интересно, почему? На шарах Вы ворочаетесь по ночам и никак не можете удобно устроиться. Вместо того, чтобы менять позу, можно изменить саму кровать. Смените скучный матрас на эту модульную кровать под названием «Мечтатель» от дизайнера Чанг Сун Фанга. Внешние девять шаров наполнены пенопластом низкой плотности, а остальные сорок – материалом высокой плотности. Между каждыми тремя шарами есть зазор, в который вмещается один из девяти шаров. И так кровать расширяется. Ей можно придать самые разные формы. Смелее пошевелите этими шарами, сожмите их как следует. Если вам хочется чего-то более яркого, то можно приобрести похожую «Фил Ситтинг Делюкс», созданную аниме Кауза. Эта кровать состоит из 120 шаров, с помощью которых ее можно превратить в диван. Правда, большие шары значат большую цену – 13 950 долларов. Дорого, конечно, но двигать шары – это весьма увлекательное занятие. Что смешного? Два в одном. Не каждый может позволить себе просторную квартиру. Некоторым приходится быть экономными в плане мебели. И именно поэтому следующий диван-кровать такой крутой. Его создала Бон Бон. Компания, которая делает максимально функциональную мебель для экономии места. Так и появился этот диван-кровать-дог. Хотя снаружи он выглядит как обычный диван. Одним простым движением он поднимается и складывается, превращаясь в двухэтажную кровать. Одинокую ночь на диване можно превратить в вечеринку с ночевкой с друзьями. Ну, если, конечно, у вас есть 6 тысяч долларов. И потом еще придется спорить о том, кто будет спать наверху, а кто внизу. А это только лишние проблемы, на мой взгляд. Кровать-качалка Известно, что младенцы трудно засыпают, но всегда срабатывает один трек. Их надо покачивать на руках. И оказывается, эта уловка работает и на взрослых тоже. В исследовании 2011 года с 12 мужчинами, участники которых покачивали, засыпали быстрее, а их мозговые волны усиливались. Похоже, нам всю жизнь хочется, чтобы нас укачивали перед сном. Но забираться в колыбель взрослому – это как-то странно. И, к счастью, такие компании, как Private Cloud, создали кровати-качалки для взрослых. Это сделано из деревянного каркаса, который аккуратно согнули, чтобы основание стало закругленным, и оно может покачиваться. Если человеку станет плохо или ему просто надоест качаться, то можно остановить кровать деревянной подножкой. Кровать и качалки, к сожалению, не дешевые и стоят минимум 3000 долларов. Чтобы сделать такую дома, можно просто подрезать одну ножку кровати. Только не вините меня, когда она сломается. Я всё-таки ютубер, а не плотник. Ледяное ложе В постели всегда можно согреться. Но что, если бы кровать была сделана из куска льда? Такая холодная кровать существует в Айс Хотел – достопримечательности в Швеции. Как вы наверняка догадались по названию, это отель, вырезанный изо льда. Его перестраивают каждый год с декабря по апрель из 990 тонн льда и 30 тысяч тонн снега, привезённых из реки Торн. Более 40 художников со всего мира предлагают свои идеи для новых номеров отеля, его холлов и зоны регистрации. Температура там остаётся ниже точки замерзания – минус 5 градусов Цельсия. Если вы заселитесь туда, то сможете переночевать. Но не переживайте, вы не превратитесь в сосульку. Хотя кровать вырезана изо льда, на ней есть матрас на деревянной основе, а также одеяло из оленей из шкуры и подушки. Те, кто не хочет спать на льду, могут перебраться в более тёплые номера. Хотя это сводит на нет смысл посещения ледяного отеля, по моему скромному мнению. Сон по фэншою. Сон – это целебный и регенеративный процесс. Но можно пойти ещё дальше и сбалансировать внутреннюю энергию в кровати инь-янь. Эта тонкая, необычная кровать была создана итальянским дизайнером Олессио Паппо, и на ней можно сбалансировать ци во время сна. Хотя, наверное, спать на такой дуге не очень удобно. А так как у кровати нет поручней, тот, кто спит наверху, рискует нарушить ци и упасть на землю посреди сна. Это не столько инь-янь, а сколько ай и ой. Ленивая диско. Как и многие, я люблю слушать музыку в постель. Но было бы круче, если бы кровать могла сама играть музыку. Зачем слушать бит, когда его можно почувствовать? Эта звуковая кровать, похожая на деревянный резервуар, скрывает шесть сабвуферов под матрасом. Когда человек ложится в постель, музыка доносится из-под него. А вибрации динамиков массируют разные части тела, создавая ритмичный, успокаивающий эффект. Также есть восемь мини-динамиков в бортиках панели, которые приподняты на 23 сантиметра над матрасом. Так что человек будет окружен звуками. Эту кровать заказали в рамках исследовательского проекта «Музыка для тела». Эксперимента, целью которого было понять влияние разных звуковых частот на различные части тела человека. Лёжа в звуковой кровати можно наслаждаться ленивым рейвом. А если включить техно, можно исполнить танец червяка. Горки для сонь Мне кажется, никто бы не заснул на американских горках. Учитывая все эти повороты, спуски и петли, трудно просто не закричать, не то что заснуть. Но это видео про самые странные кровати в мире, так что, разумеется, дизайнеры решили это осуществить. Кубинские дизайнеры, известные как «Лос Карпинтерос» или «Плотники», сделали не просто длинный матрас, а настоящую кровать американские горки под названием «Ла Монтана Руса». Так в Испании называют аттракцион, потому что первые такие горки, вероятно, появились в России. Но хватит лингвистики. Вернемся к самой кровати. Она построена из нержавеющей стали с поролоновым матрасом. Несмотря на странный вид, на ней можно спать благодаря плоским секциям между холмами. Гениальный дуэт дизайнеров придумал еще одну кровать, на которой можно спать только с гибким позвоночником. Данная скульптура называется «Кама», что буквально означает «кровать». С таким изогнутым матрасом трудно понять, с какой стороны вставать. «Плотники» не просто одержимы кроватями для пыток людей с бессонницей. Их скульптуры посвящены тому, как пересекаются искусство и общество. Они берут повседневные предметы и делают их бесполезными с помощью креатива. Но зачем делать кровать непригодной для сна? Или американские горки такие скучные, что на них засыпают? Как любитель горок и кровати, я не понимаю это произведение. На какой из этих кроватей вам бы хотелось поспать? И знаете ли вы другие странные кровати? Расскажите в комментариях под видео. Спасибо за просмотр!